вот друзья я слышу уже голоса митингующих машин действительно очень много так у нас проходит карантин это даунтаун я здесь редко бываю здесь такие высокие дома как я не люблю я люблю одноэтажную америку вот сейчас мы увидим небольшую группу митингующих и так полиция потихонечку потихонечку сопровождает но я думал больше будет какой-то митинг но видать митингом это тоже даже сложно назвать все происходит очень очень мирно и даже в мегафон воде кричат тише блин чем я кричу просто так удивительно попали мы сразу на то что группу встретили я вот думаю может тоже обойти прогуляюсь все это озеро сколько у меня интересно займет это времени заодно посмотрите на нашу красоту здесь классное место вообще просто чтоб гулять для городских не такое классное может быть конечно как если выиграть специализированное место но с детьми здесь прикольно смотрите вот эти вам будет видно сколько черепашек здесь живет привыкли что люди их кормят здесь обычно люди гуляют с детьми выгуливают собак бегают прыгают у нас в штатах по крайней мере во флориде где мы живем время комендантского часа когда нельзя выходить на улицу наступает 23 часов до 5 утра вот в это время действительно вас могут спросить где вы что вы откуда зачем такие вот красавцы здесь у нас тоже постоянно живут эти куй красавчик нравится мне флорида тем что здесь мы живем реально вместе с дикими животными белки тут вообще как кошки не видим таких крупных пикетов митингующих да но видим очень много людей отдыхающих занимающихся спортом еще интересно меня часто спрашивают я сам когда жил в россии тоже меня удивляло почему американцы могут спокойно зайти в дом в обуви все очень просто друзья здесь настолько чисто я могу сесть на пол где угодно в любом торговом центре и не испачкаться не нужно будет после этого стирать одежду мы можем естественно удивляться этому или нет но чистота здесь есть не забывайте чисто не там где убирают а там где и не ссорят вот люди даже так умудряются отдыхать в гамаке девушка одна очень много лебедей уток гусей людей не думал что так много людей не боится бы заразиться вот так потихонечку гуляя честно говоря стараюсь идти побыстрее чтобы догнать митингующих вот американцы тоже митингующих снимают люди тренируются тренировки на природе конечно кайф теперь у меня мечта свой зайчик на природе под открытым небом вот так представьте да вот на таком пятачке сделай зал честно говоря удивлен что такая маленькая делегация ой 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 как-то на меня что-то агрессивно если кто не знает хочу вам рассказать что если взять процент всех людей в мире тренирующихся да вот сто процентов людей кто тренируется во всем мире 70 процентов живет и тренируется в америке делайте выводы кстати об этом какой бизнес вот открывать чем заниматься блин погодка повезло обалденно ветерок такой солнышко есть но не жмет не убивает не печет догнал протестующих митингующих вот призывают людей которые наблюдают за ними с балкона смотреть многие даже не знают что есть митинг что вполне естественно никто правительство никто это не рекламирует никому не нужно мы сами случайно узнали из поста в facebook какой-то дурачок из карантина подъехал на велосипеде на что-то прокричал ему сказали хочешь езжай домой да это логично если вы боитесь сидите дома сколько можете я считаю так и должно быть боишься сидишь дома не боишься не сидишь почему я должен сидеть торчать дома многие смотрят с интересом с удивлением но в принципе я понимаю и не забываю еще отличие вот к примеру малый бизнес здесь я знаю получает 55 штук точно получили на то чтобы выплачивать людям зарплату на свои нужды это не россия тем не менее все равно люди понимают что это проблема что многие бизнеса закроются уже многие закрываются но это логично так ты чуть больше половины озера мы уже обошли осталось еще немножко ну вот так не хотя я видите тоже присоединился к группе демонстрантов последний раз я так ходил с папой когда мне было наверное лет пять шесть полицейские спокойно едут несмотря на то что иногда вы слышите и нецензурную речь но все довольно таки тихо мирно спокойно никого не принуждают многие люди вот пожилые аплодируют смельчакам надеюсь меня не депортируют за то что я иду здесь ну вот и вы тоже хотите того или нет вместе со мной присоединились к акции протеста протеста я думаю что это логично конечно это ничего никому не поможет никто нас никогда не слушает ну и заодно вы экскурсию получили по нашему центральному озеру даунтауне здесь вот открытая арена выступают часто группы разные бесплатно для людей а вот там не знаю новость или нет но кто-то снимает на большую стационарную камеру может попаду в выпуск новостей вот такие вот дома я не люблю не люблю Нью-Йорк и большие города приехать потусовать да но жить нет как муравейники грязь мусор у нас здесь смотрите какая чистота сколько людей да пока вот гуляю еще не встретил не увидел ни одного мусора банки бутылки это тоже говорит друзья о культуре и курды конечно есть но их тоже здесь не очень много надеюсь это не за нами вон куча полицейских на велосипедах друзья не знаю где то вы еще увидите такое или нет мы вот сейчас с вами прям в эпицентре маленького такого протеста довольно таки прикольно и интересно ну и скорее всего наверное они прошли круг и на этом все закончится ну что друзья пожелаем всем нам чтобы это все побыстрее закончилось чтобы вернулось все на круги своя все таки все мы хотим чтобы было хорошо здорово спокойно если вы думаете что вы чем то отличаетесь от американцев вы сильно ошибаетесь или от других людей любой страны никто поверьте не хочет ни войны ни разрухи все хотят хорошую работу хорошую зарплату хорошую семью иметь возможность эту семью обеспечивать жить спокойно быть уверенным в завтрашнем дне я практически практически уже сделал круг посмотрим на по времени сколько это заняло мне тоже интересно 20 минут вот так вот в принципе не сильно спеша мы с вами прогулялись ознакомились с даунтауном орландо с нашим озером и поучаствовали в акции протеста было очень прикольно и интересно надеюсь вам тоже пишите ваши впечатления что вы думаете по всему тому что сейчас происходит по всей этой ситуации в мире конкретно в вашей стране в вашем городе насколько вам еще хватит денег чтобы жить чтобы кормить себя своих близких такой островок я что-то его раньше не видел там столько сидит птиц разных вы не представляете не знаю вам видно нет но очень красиво очень прикольно люблю природу вот смотрите какая здоровая черепаха не самая большая конечно которую тут мы еще можем увидеть ну что всем пока спасибо что были с нами не забывайте делиться этим видео в своих соц сетях ставить лайки и писать ваши комментарии я так и думаю а что Субтитры сделал DimaTorzok